У тебя деньги есть, я говорю, но есть 40 тысяч, у меня есть. Отдай бабы все. Я выйду, я тебе все отдам. А сейчас меня вот что скажут, то и делай. И это не единственное пострадавшее действием мошенников пенсионерка. Схема была простая. Звонил незнакомый человек, представлялся близким родственником, а после сообщал, что стал виновным в ДТП. Но есть возможность откупиться деньгами. В панике пенсионеры даже не обращали внимания на различия в голосе. Они сообщали, что в ближайшее время приедет наш сотрудник или друг чей-то, то что приедет, получается, ему нужно передать денежные средства. Я, получается, на адреса приходил, мне передавали денежные средства, я проверял заявления, которые потерпевшие писали. Вот, ну и все. 20-летний Кемеровчанин рассказывает, просто хотел заработать. Да и увлекся его жертвами стали 6 пенсионеров Алтайского края. Последняя пострадавшая, 88-летняя женщина отдала сразу 300 тысяч рублей неизвестному. По данным фактам возбуждены уголовные дела по части 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Мошенничество совершено в крупном размере. Вообще, мошенники на приемы не скупятся. Они могут сообщить, что ваш родственник попал в беду или вам положена компенсация за БАДы. Предлагают перевести деньги на безопасные счета и похищают сбережения. Иногда преступники пользуются программой подмены номеров, представляются банковскими работниками и сотрудниками полиции. Последние, в свою очередь, регулярно объясняют гражданам. Мошенники всегда на чеку. Полицейские беседуют с жителями, раздают листовки, предлагая в любом подозрительном случае не медлить. Если вот такие случаи будут, вы сразу в 02 звоните, и там вам помогут. Сотрудники полиции предупреждают, если вам кто-то позвонил и сообщил, что знакомые или родственники в беде, не нужно торопиться принимать решение. Лучше проверить информацию и связаться с родственниками самим. А еще никому не сообщать свои личные данные и номера банковских карт. Анара Шагирова, день с толком. Анара Шагирова, день с толком.